Обманутые дольщики, как семьи в романе Льва Толстого. Если счастливы, то одинаковы, а если несчастливы, то каждый по-своему. В компании несчастливых прибывают сейчас те, кто купил квартиры в строящемся доме на улице Зыбина в Кировском районе Саратова. Что не учли те, кто, казалось бы, просчитал все риски, выясняла Юлия Шишкина. Построены сейчас, вот видите, четыре этажа. Это, в принципе, только одна часть подъезда. А дом, в принципе, здесь должен быть один из самых лучших в районе, 18-этажный. Сдать лучший дом на 600 квартир на улице Зыбина должны были в конце прошлого года. Но стройка уже год заморожена на стадии небольшой секции. На нее с грустью смотрят владельцы будущего жилья. Это лишь небольшая группа из той сотни человек, кто купил здесь квартиру. Кто-то вложил сюда материнский капитал, кто-то взял ипотеку и живет на съемной квартире, кто-то теснит родственников в ожидании новоселья. У каждого своя несчастливая история. Мне негде жить, скажем так. Я скитаюсь по углам. Когда у родственников, когда у друзей. В моей семье зять купил квартиру. Пришел к своей невесте с квартирой, считается, но без квартиры. Живет между небом и землей. Заказчиком строительства дома выступает КПСО «Госжилстрой». Исполнителем и генеральным подрядчиком ЖСК «Стройинвестсервис». 18-этажный дом на улице Зыбина строился в рамках государственной программы «Комфортное и доступное жилье». Часть квартир в таких домах предназначается для льготных категорий граждан. Поэтому многие покупатели, выбирая дом, были уверены, что его точно достроят срок. Мы просто надеялись, верили, что помощь государства не оставит нас. А в данный момент мы просто чувствуем себя брошенными. Никому не нужно. В сопровождении телекамеры дольщики идут в ЖСК «Стройинвестсервис» и встречают энергичный нерадушный прием. Камер, ломайте. Что вы? Что вы? Что вы? Вы руки протягивали за деньги? Сюда. Заходите. Подождите. Друзья, наоборот. Не надо сейчас. Слушайте. Ну вы что, как в родительстве ведете? Да. Как в родительстве. Как в родительстве. Директор все же соглашается поговорить, предупредив, что он вообще-то на больничном. Вячеслав Булатов сообщает, что еще в прошлом году договорные отношения между подрядчиком и КПСО «Госжилстрой» расторгнуты. «Стройинтерсервис» больше не имеет отношения к этой стройке. Причина – нерасторопность заказчика. В конце 2012 года у КПСО срок действия этого самого разрешения на строительство истек. И КПСО его оформляло почти год, потому что там требовалось межевание, требовалось там еще куча этих самых дел. И дом стоял. Соответственно, по этому дому возникла определенная, так сказать, негативная ситуация. Аура. Народ перестал продавать, покупать. Возвращать деньги дольщикам порядка 200-300 миллионов рублей «Стройинтерсервис» не собирается, так как свою часть обязательств компания выполнила, объясняет директор. А когда достроят дом, советуют спросить у заказчика. В областном министерстве строительства объясняют, что генподрядчику дали отставку, потому что строительно-монтажные работы должным образом не велись. Но проблемой дома Назыбина чиновники занимаются. На днях обсуждали его со всеми сторонами. В ближайшее время будет составлен перечень мероприятий, которые необходимо провести по завершению этого дома. Мы будем брать на жесткий контроль. Либо предприятие при возможности будет заключать соглашение, если у них есть такие строительные возможности, и доделывать, соответственно, все эти работы. Либо КПСО «Госжилстрой» будет делать это за свой счет. Тем не менее, дольщики хотят подстраховаться и намерены обратиться в суд, чтобы юридически зафиксировать свое право на внесенный пай за жилье. Чтобы новый подрядчик не требовала от них заплатить за квартиру второй раз. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Мы будем следить за развитием событий с долгостроем на улице Зыбина.